Вступил на курс к Соловьёву, и это был первый урок, объяснивший ему значение театрального жеста. А ещё тогда казалось, что так и не начавшийся роман Райкина с кинематографом завершился. Но кино всё равно нашло Райкина во время войны. В роли фронтового киномеханика артист Аркадий Райкин. Вот они! И ансамбль здесь! Ну, пускай первый номер программы! Леонид Утёсов, сухой в зале. Без прецедентный случай. Довольно молодому человеку разрешили возглавить театр в Ленинграде. Причём театр этот ставит статирические миниатюры, а на дворе 1939-й. Мейерхольд арестован. В Ленинграде продолжаются репрессии. Под Ленинградом советско-финская война, в Европе начинается Вторая мировая. Впрочем, в отношении Райкина давались тоже неблагоприятные прогнозы. Дескать, долго на этом посту он не протянет. В этом жанре очень часто возникал театр, и тут же он, как бабочка однодневная. Нельзя выходить и просто с задачей развлечь публику. Комедийность, она хороша, когда она вскрывает нечто более глубокое и серьёзное. Если тебя не волнует, то ты не имеешь права на разговор со зрителем. По канализационным трубам, а также фановым, мы недовыполнили план, так же, как и в прошлом квартале, на 47,8%. На 47,8%. Товарищи, вовсе с планом по трубам у нас труба. Что касается других изделий, о которых я говорил выше, то снизу, товарищи, к нам поступают тревожные сигналы. Давайте все вместе, всем коллективом, напряжём усилия, засучим рукава и скажем, скажем... Слышь ты, никого же нету. Ну? Ну, все разошлись. Слушай, я пошёл домой и спать. Слушай, вот тебе ключи, да? Кончишь доклад, запари помещение, и всё. Мне очень часто задают за рубежом такой вопрос. А как же вам разрешили такую программу? Я отвечаю, что это прежде всего я себе разрешил. Я разрешаю себе. Октябрь 1966 года. В Кремле съезд студентов-целинников и праздничный концерт. От Ленинграда выступать приглашены Эдита Пьеха, театральная молодёжь с курса Георгия Товстоногова и Аркадий Райкин. Райкин читает монолог от лица бабушки, у которой испортился телевизор. Вызывает она мастера, мастер спрашивает, в чём дело, она жалуется. По всем программам мой телевизор показывает одно и то же. Так это не ко мне, бабушка, говорит мастер. Это к редактору. Бабушка отправляется к редактору, редактор отправляет её к директору. Она к директору. Директор отсылает к министру. Приходит бабушка на приём к министру и жалуется. Вы знаете, по всем программам мой телевизор показывает одно и то же. Так это не ко мне, бабушка, говорит министр. Это и осекается с криком. Да вы что, бабушка! Зал грохнул. Райкин ушёл со сцены, но через мгновение вернулся со словами. Однажды медведь сел на ежа. И подумал. Вот за что любил покойного? За острую критику снизу. Больше года Райкин не принимал участия ни в каких правительственных концертах. Здрасте. Разрешите? Пожалуйста. Слушаю вас, товарищ. Видите ли, мне нужно поставить телефон. Телефон служебный на квартире. Личный на квартире. Ой, сейчас свободных точек нет, так я с ней справляется, так что сами понимаете. Понимаю? Да. Сколько? Да что там всё дело, там 100 рублей. Пожалуйста, я согласен. Вот сразу видно, понимающий человек. Где живёте? Шуваловская улица. Так, Шуваловская улица. Дом 5. Так. Квартира 12. 12. Этаж какой? Пятый. Пятый этаж, ничего не выйдет. Почему? Проводу надо много тянуть. Вы сделаете что-нибудь? Сделаете. Как сделаете? Ой, сейчас так трудно. Ой. Сейчас так трудно работать. Постарайтесь, пожалуйста. Постарайтесь, постарайтесь. Так стараюсь, так стараюсь. Ой, так стараюсь для себя, просто невозможно. Ну, сделайте для меня. Ну, сделайте, сделайте. Кто у меня там в районе работает на складе? Фомичёв. Попросите, пожалуйста. Свой человек так молодой ещё. Ну, что молодой? Что там особенный опыт какой-то нужен? Молодой, недавно женился, квартиру получил, мебель покупать надо. Так что, сами понимаете. Понимаю. Да. Сколько? Да всё, делал там 30 рублей. Ну, да пожалуйста, я согласен. Завтра будет телефон. Вам белый, чёрный, красный? Да белый, пожалуйста. Белый телефон, чудесно так. Как фамилия? Поликарпов. Поликарпов. А где работаете? Районный прокурор. Районный прокурор. Что, протокол будешь составлять или прямо в тюрьму идти? Прямо в тюрьму. Анна Петровна, передайте Кукушкину, чтобы дела принимал. Я тут отлучусь. Лет на печь, да? Пошли. Субтитры подогнал «Симон» Письма Райкину приносили в гримёрную, а вот это письмо ещё никто не читал. Ему 40 лет, и только сейчас по нашей просьбе его перевели в библиотеки для слабовидящих. Аркадию Райкину, Раковский инвалидный дом, Куйбышевская область, Красноярский район, 10 мая 1971 года. Уважаемый Райкин, до болезни моей отёками у меня был подаренный хорошим товарищем приёмничек на полупроводниках, и я часто слушал ваши выступления. Затем, когда мне бывало слишком плохо, у меня тяпнули приёмничек, и я оторван от внешнего мира. Наш индом как ссыльный пункт, в нём живут люди всех сбродных категорий, и чтобы отсюда попасть на поезд, надо проехать 100 километров автомашиной. Товарищ Райкин, я очень прошу вас, если сможете, то пожертвуйте мне сколько можно за здоровье и благополучие своё и своей семьи. Неужели Аркадий Райкин откажет мне? Мне без двух лет 60 вся жизнь моя была сиротская. Вообще жизнь моя сложилась неудачно. Там, куда я хочу поехать, народ добрее и лучше здешнего. Райкин никогда не читал этого письма и ничего не ответил Горюнову МН. Но благодаря этому письму мы сегодня так ясно представляем себе, как Райкин читал бы этот монолог. Письмо я получил, слушайте, какое. Дорогие товарищи, в первых строках моего письма разрешите пожелать всему составу доброго здоровья и долгих-долгих лет жизни. Прежде всего разрешите описать себя, кто я такой. Досрочно уволенный в запас старшина Макаров Василь Васильевич, отличник боевой и политической подготовки. Будучи привыкший к армейской дисциплине и уставам пехотно-полевой службы. Я в личной жизни руководствовался указанием нашей медицинской печати. С целью сохранения здоровья и долгих лет жизни я три года не ел яиц и масла. Потом оказалось, что это ошибка. Не нужно есть мясо. С целью сохранения здоровья и долгих лет жизни я два года не ел мясо, но оказалось, что это ошибка. Нужно не есть, нужно есть меньше хлеба и больше двигаться. Я перестал есть хлеб и больше двигался. Пишу вам из больницы. Я и мои товарищи лежащие просим вас исполнить что-нибудь все ли ты? По заявкам жертв печати. Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. С молодежным приветом группа Дистрофиков. Ах, как все изменилось на свете с тех далеких и памятных дней. На бульваре вчерашние дети сами возят в колясках детей. Изменились одежда и танцы. Песни новые нынче в ходу. Но таким же, как прежде остался добрый зритель в девятом ряду. Это последний адрес Аркадия Райкина в Ленинграде, Коминостровский, 17. Вон, видите его окна на пятом этаже? Здесь настолько ничего не изменилось, что кажется, он вот-вот выйдет из этого подъезда и отправится или через мост в театр, или на Чапыкино-6 на студию Ленинградского телевидения. Наконец-то вырвался хоть на полчаса на воздух. По-моему, тот старичок меня узнал. Что-то уж больно и хитно поглядел, наверное, подумал. Так, товарищ Райкин, решили наконец выйти. Давно пора. А то живете в Ленинграде, числитесь ленинградским артистом. А Ленинграда и не видите. Этот город, каменный, искусственный, умозрительный, всегда с готовностью принимал человеческие жертвы. Если бы вы знали, как трудно состояться в этих декорациях, может быть, поэтому и зритель в Петербурге всегда был особенный. Это только кажется, что сатира сиюминутна. Все его персонажи узнаваемы. И каждый раз срывается с языка. Мы с вами где-то встречались. Только как же я с вами расстанусь, Добрый зритель, в девятом ряду? Только как же я с вами расстанусь, Добрый зритель, в девятом ряду? Трудно. Очень трудно расстаться. Чудесный город Ленинград. Радостно встречают праздник его граждане, славные ленинградцы. Я рад, что благодаря технике я могу сейчас не только всем сердцем быть в родном Ленинграде, но и встретиться со своими друзьями на берегах Невы в этот праздничный вечер. Поздравляю вас с праздником, дорогие мои земляки. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова